Именно эти продукты приводят к раннему старению и куче патологических заболеваний. Меня зовут Марина Жигульская и на этом канале мы учимся восстанавливать организм при помощи нутрициологии. И сегодня я хотела бы, чтобы мы с вами поговорили о тех продуктах, которые приближают нашу старость, которые гликируют наши белки, которые запускают патологические состояния и вообще никакой пользы организму не несут. Но тем не менее, именно эти продукты преобладают в нашем рационе. Ну и если вы хотите иметь молодое свежее лицо и быть энергичными, досмотрите это видео до конца, здесь будет несколько лайфхаков. Итак, первый продукт это, конечно же, сахар. И это не тот сахар в чистом виде, который мы ложками ложим в чай, как часто думают мои клиенты. И об этом мне тоже говорят. Они говорят, я уже там полгода не ем сахар. Начинаем разбирать рацион. И я понимаю, что да, он действительно ложками в чай или в кофе там себе сахар не ложит. Но скрытых сахаров в его рационе, в том числе простых углеводов, просто очень много. Так вот, сахар, который мы с вами имеем в виду, это в том числе простые углеводы, которые либо фруктоза, например, либо это фрукты в избыточном количестве, либо это обработанные крупы, например, либо это хлебобулочные изделия. Все это простые углеводы. И когда они у нас есть в рационе, то, ну вот для справки, наш организм без ущерба для своего здоровья может обработать, грубо говоря, 5 грамм сахара или простых углеводов, это чайная ложечка, в день. У нас это зачастую 100 и 150 граммов. Понятно, что никакой организм обработать их не может. Что происходит внутри нашего организма, когда там избыток сахара? Во-первых, это спад по энергии. Почему? Потому что инсулин, который растаскивает глюкозу в клетку, если глюкозы много, он постоянно стучится в клетку, особенно если мы перекусываем, и клетка уже перестает реагировать на него. Это называется инсулинорезистентность. И вот эти излишки сахара, которые инсулин не может запихать в клетку, вот эти как раз излишки, они гликируют наши белки. Что такое белки? Это наш коллаген в том числе, это наш эластин, это наша гиалуроновая кислота. А гликация это процесс как бы склеивания. То есть это вот когда мы шашлык, например, жарим, и вот золотистая корочка у него образуется, вот это процесс гликации. Вот это делают излишние сахара с нашими клетками, с нашими белками. И понятно, о красоте и молодости здесь не может быть и речи. Даже если вы ставите себе уколы красоты, это же по сути тоже белки, которые все равно будут гликировать излишний сахар в вашем рационе. Поэтому от сахаров избавляемся, и это самый первый и важный шаг, который приведет вас к свежему цвету лица и к энергии, потому что клетка будет успевать брать глюкозу, перерабатывать ее, и в следующий раз забирать новую глюкозу. В противном же случае, если у вас есть инсулинорезистентность, клетка будет голодать. Несмотря на то, что у вас много глюкозы, несмотря на то, что у вас хороший инсулин, клетка будет голодать, и вы будете такие, как вареная колбаска. Второй пункт – это белый хлеб. Но я бы даже не так сказала, я бы сказала глютен и глютеносодержащие, потому что здесь не сам белый хлеб виновник. Понятно, что это простой углевод, об этом мы с вами поговорили только что. Это все, что относится к сахарам и простым углеводам. Но плюсом здесь еще есть глютен, и в белом хлебе его повышенное содержание. Дело все в том, что тот хлеб, который, например, ели наши бабушки, он был из пшеницы-однозеренки. Там было в принципе меньше глютена. Сейчас пшеницу модифицировали для того, чтобы она была устойчива к заморозкам, к вредителям, к непогоде. И вот такая пшеница, она имеет в разы больше глютена, в 40 раз больше глютена. А в белый хлеб еще плюс добавляют глютена, потому что глютен по факту это клей, по сути. И он склеивает как бы, и он делает пышным такой хлеб, знаете, вот этот, который мягкий-примягкий такой. В нем больше всего глютена. Что делает глютен в нашем организме? Так как глютен – это клей, он склеивает ворсинки нашего кишечника. То есть, если кишечник мы посмотрим с вами в разрезе, мы увидим такие ворсиночки на поверхности. Он как бархатный у нас такой. И вот эти ворсиночки – это клетки кишечника, энтероциты, которые настроены так, чтобы впитывать все нужные организму вещества, в том числе нутриенты, которые нужны для нашей красоты. И вот когда глютен заклеивает эти ворсиночки, они уже ничего не могут впитывать. Мало того, на поверхности образуется воспаление, потому что, ну, представьте, там все заклеено этим глютеном. Большое количество глютена организм не может переработать. И поэтому вот этот вот излишний глютен, он провоцирует воспаление, провоцирует следом проницаемость будет, потому что воспаленные клетки нашего кишечника, они сшиты специальным белком таким. Они начинают расходиться, он начинает распадаться этот белок. И в кровоток поступает много ненужных веществ, которых в кровотоке быть не должно. Конечно, реагирует иммунная система, в крови появляются антитела, и эти антитела запускают аутоиммунную реакцию, то есть организм начинает атаковать собственные клетки и ткани. Так вот, молекула глютена очень сильно похожа на молекулы щитовидной железы. И первой достается щитовидной железе. И мы имеем аутоиммунный тиреодит, мы имеем гипотириоз, например. Что такое поражение щитовидной железы? Это когда у вас выпадают волосы, когда вам не хватает энергии, когда у вас бледная кожа, когда у вас высыпание на лице, когда у вас запоры начинаются, когда у вас нет вообще энергии и желания ни на что. И, следовательно, внутренние ваши органы чувствуют себя так же, и усваивать питательные вещества не могут, и выводить те вещества, которые надо, вывести уже тоже не могут. Следовательно, организм засоряется изнутри. То есть целый процесс возникает от того, что в нашем рационе много сахара, много глютена. Третий пункт – это фастфуд и такие продукты, которые объединяют в себе простые углеводы, сахара и трансжиры. Как правило, это весь фастфуд, потому что в него весь добавляют сахара, так или иначе скрытые, либо фруктозу, и, конечно, приготовляют его не на хорошем сливочном масле, не на хорошем жиру, а приготовляют это все на трансжирах. И вот это сочетание трансжиров, которые непонятны нашему организму, которые организм не знает, как встроить в мембрану, он не знает, как использовать их, но ему приходится их использовать. И плюс сахара, которые гликируют белки, вот это самое адовое сочетание вообще для всей нашей системы, для пищеварительной, для эндокринной, для гормональной, для абсолютно всей, иммунной, нервной. То есть все системы будут страдать, потому что у организма не будет хорошей, текучей, проницаемой оболочки, она будет такая жесткая, заскорузлая, следовательно, клетка будет голодать, и клетка будет хуже снабжаться питательными веществами. И, конечно, это не принесет вам ни красоты, и ни здоровья в том числе. Поэтому от фастфуда отказываемся. Мало того, фастфуд это нутритивно неплотная еда, то есть вы как бы насыщаете калориями организм пустыми, а нутритивной плотности нет, и значит вы очень быстро залетите в дефициты. А дефициты никак не совмещаются с красотой и молодостью. Понятно, что дефицитный организм не может жить на полную катушку и выглядеть соответственно. Четвертым пунктом у нас алкоголь. Почему не первым? Объясняю. Потому что алкоголю рознь, и организм организму рознь. Наш организм алкоголь воспринимает как сахар. То есть в организме он превращается в сахар. И понятно, что если, например, мы говорим про более-менее здоровый организм, который не злоупотребляет, и который выпил, например, раз в месяц бокал красного вина, качественного вина, в котором есть ресвератрол, в котором есть биофлавоноиды, полифенолы, ну и так далее, много полезных веществ, то, конечно, это будет только польза. Либо когда организм, например, на каком-нибудь празднике позволил себе там 100 граммов, 150, 200 крепкого какого-то алкоголя, не будет никакого от этого вреда. Другое дело, когда мы начинаем злоупотреблять, или когда мы пьем не очень качественные напитки. Или когда организм уже нездоров. И когда его иммунные возможности на то, чтобы переработать этот алкоголь, потому что его будет все равно детоксицировать печень, а иммунных возможностей у такого организма немного. И тогда, конечно, алкоголь это вред. И поэтому алкоголь может лечить, может оздоравливать, может улучшать, например, вот как красное вино нашу кровеносную систему, кроветворение точнее, а может разрушать ее. И поэтому алкоголь я бы отнесла в разряд, что называется, с умом и смотря кому. Если мы говорим, например, про такие напитки, как пиво, то, конечно, здесь нет, нет, еще раз нет, ни здоровым людям, ни больным людям, ни в маленькой дозировке, ни в большой дозировке. Потому что это фитоэстрогены, которые встраиваются в ваш гормональный фон. И у мужчин, например, тестостерон ломают под эстроген. Начинается эстрогендоминирование, начинается ожирение по женскому типу, когда начинают там мужчины титечки расти, попочка начинает расти, животик начинает расти. И такой мужчина уже гормонально нездоров, конечно. И если он продолжает пить пиво, он только усугубляет эту ситуацию. Когда ситуация усугубляется, то есть там есть точка невозврата. До какого-то момента это можно еще исправить образом жизни, питания, а в какой-то момент нельзя. Только гормональная терапия, которая будет просто насильно ломать организм и возможно исправить его, а возможно нет. Ну то есть там уже как повезет. И действительно в нашей жизни встречается очень много продуктов и к этим продуктам еще очень много информации, которая сопровождает их. И часто мы можем слышать, что вот этот продукт он несет вот такую-такую-такую пользу. И это правда. Просто не для всякого организма. И для того, чтобы понимать, несет ли вам этот продукт пользу или все-таки вред вот в этот промежуток времени конкретный, для этого я записала и подарю вам 4 видео урока. Найти которые вы можете в описании под этим видео. В этих 4 уроках мы с вами разберем то, как работает организм, как устроен организм, чтобы вы понимали, какие продукты вам подходят, а какие не подходят. Мы посмотрим, как работает желудочно-кишечный тракт и какие симптомы вашего организма, о каких патологиях хотят вам поведать. И пятым пунктом у нас идут копчености. Потому что по факту любые копченые продукты, полукопченые, подкопченые, это продукты гликации. Продукты гликации не могут быть усвоены нашим организмом. Они очень канцерогенны для нашего организма. Что такое канцероген? Канцероген это то вещество, как свободный радикал, который ловит наш атом, отбирает у него электрон и запускает вот эту цепную реакцию поломок. Если у вашего организма хватает мощей все это остановить, он останавливает это. Для этого у него есть антиоксидантная защита. Но если не хватает, потому что именно в этот момент ваш организм слаб. Почему? Потому что он только что пережил корону, потому что у него хронический стресс. Потому что, ну там много потому что может быть. И вот в этот момент, когда организм слаб и он не может остановить эту цепную реакцию, мы можем получить крайне неприятные осложнения. Поэтому продукты копчения должны быть убраны с вашего рациона, дабы сохранить себе не только молодость, но и здоровье. Если это видео было вам полезно, обязательно напишите мне об этом. Поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить наши новые видео, в которых тоже будет много пользы. А с вами была Марина Жигульская и Школа Здоровья Ресурс.